Привет всем! 4 года назад у меня был обзор на радиоуправляемую лодку и пускал ее там в тазике. Вот. Сейчас будем пускать в аквариуме и пугать рыб. Значит, что мы имеем? Вот такая маленькая лодка, все еще маленькая. Значит, глубина 0,5 метра максимум, что мы можем погрузиться, скорость 0,1 метра в секунду, расстояние 5 метров нам говорят, время зарядки 30 минут, время запуска 35 минут. В комплекте мы получаем аппаратуру управления. Недавно я видел такую аппаратуру управления от Акулы, которую я тоже пускал в аквариуме. А значит, здесь у нас 27 МГц получается. То есть, проникать под воду 27 МГц будет лучше, чем какое-нибудь 2,4 ГГц. Сейчас мы лодочку вот так вот уберем. В комплекте мы получаем практически полный RTR-комплект, за исключением четырех маленьких батареек или аккумуляторов, которые нам сюда потребуется поставить. Все, инструкция мне подсказывает, что здесь выливаем воду. То есть, когда мы уже поплавали, наплавались, убираем. Здесь у нас разъем для зарядки. То есть, вот так вот вставляем и заряжаем, как говорят нам, 30 минут. И, то есть, подключение идет вот так вот. Все, включилось. Видите, то есть, загорелись у нее огни. А, аппаратура не включается. То есть, она автоматом будет уже управляться. Но там нужно будет вставить сначала батарейки или аккумуляторы. В принципе, все просто. Друзья мои, я предлагаю сразу уже зарядить ее и перейти к тесту в аквариуме. Ух, сейчас пустим. Давай. В аквариум. Готовьтесь, рыбы. Короче, оказалось, что у данной субмарины затапливаемая камера. А вот так мы вращаемся на месте. То есть, мы можем четко проконтролировать количество воды и тем самым мы можем плавать на определенной глубине. Это, я считаю, круто. Это намного лучше, чем у той подлодки, которая была у меня до этого. Смотрите, я четко исследую всю акваторию данного аквариума. Оп, не туда. О, чуть-чуть надо присплыть. Опа. Максималка. О, тормозим, тормозим. Кстати говоря, там течение есть еще. Так, не ту кнопку нажал, всплыл. Сейчас надо повернуть. Стенки мешают. Вот. Чуть-чуть еще утонем. Давайте сама проверим. Где сом у нас спит. Вот он тут спит. Опускаемся полностью. Видно только хвост. Гурами что-то изучает. Так, чуть-чуть всплываем. Даем задний ход и разворачиваемся. Четко, четко. Хорошо управляется. Не как Мюген, конечно, но, в принципе, неплохо. Слушайте, ну классно. За свои деньги, я думаю, веселое занятие. Если у вас особенно аквариум еще побольше, а не такой мелкий, как у меня, то можно весело поплавать на данной субмарине и попугать всех ваших рыб. Вот сейчас вам до течения. Смотрите, доплыву. Ух, понесло. Так, еще раз. Полное погружение. В общем-то, набирает в себя воду и погружается. Вот. И теперь всплываем. Я на самом деле не понимаю, как это происходит. То есть, там же нет сжатого воздуха. Ничего. Очень интересно. Но какой-то специальный отсек есть, поэтому есть специальное отверстие для выливания воды из субмарины. Вот. А до этого подлодка, которая у меня была, она как раз затапливалась с помощью двигателя. То есть, с помощью винта, обстановленного сверху. Это куда интересней. Прошло 4 года, новые разработки. Кто быстрее? Я олигурами. Ну что, я считаю, круто. Круто, да. Все ссылки внизу найдете, друзья мои. Магазинчик Banggood. Там еще побольше подлодок, так что тоже скоро будет. Но на самом деле аквариум для той подлодки уже будет маловат. Ой, все, застрял. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...